Проверки специалисты Роспотребнадзора ведут и в учебных заведениях области, правда, ищут уже незапрещенную продукцию, изучают микроклимат. Погода, как говорят, важна не только в доме, но и в школе. Какая температура воздуха должна быть в учебных классах, узнала Ксения Фрик. Температура, влажность, давление и скорость движения воздуха. И все это составляющие микроклимата. В кабинете информатики в школе номер 30 эксперт-физик Тимур Умаров с помощью метометров пытается определить, какова погода в классе. Температура воздуха должна быть в пределах 18-24 градусов. Судя по термометру, здесь все в норме, как и в кабинете начальной школы. Но говорить о результатах пока слишком рано. Вывод именно о микроклимате в данном помещении непосредственно по показаниям приборов. Но по ощущениям-то как бы не холодно, из окон не дает. Выборочно в школах проверяют не только кабинеты, но и парты, а точнее освещение над ними. Искусственный свет тоже должен соответствовать нормам. Здесь, по оценкам специалистов, с уровнем все в порядке. Микроклимат в учебных заведениях и детских садах специалисты проверяют каждый сезон. Особое внимание уделяют отопительному периоду. Поддерживать здоровую атмосферу приходится и руководству заведений, и зачастую собственными силами. Каждый сезон мы конопатим, заклеиваем. То есть мы пытаемся, по крайней мере, чтобы у нас не дуло, чтобы ребятам было комфортно и в коридорах, и в классах. По данным областного Роспотребнадзора, в Кирове нарушений микроклиматических условий практически нет. Чего не скажешь о районных школах. Проблемы с климатом могут привести к закрытию учебных заведений. С 1 января 2017 года судами приостановлена деятельность трех образовательных учреждений. Это в Фоленском, Кирово-Чепецком и Вятскополянском районах. Соответственно, на 10 и по 20 суток. И как показывает практика, после повторных проверок ситуация меняется. Так, в прошлом году из 5000 замеров не соответствовали гигиеническим требованиям только 6. Ксения Фрик, Данила Кочкин, Бюро новостей Давичи.